Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас об 11 главе Евангелия Теанна. Здесь в 11 главе две очень неравные по размерам части. Основная часть главы посвящена воскрешению Лазаря. Прекрасная, знаменитая, всем более или менее известная история, сюжет которой заключается в том, что Господь уходит из Иудеи, уходит за Иордан, и довольно продолжительное время там находится. Это, видимо, зима 29-30-го и, скорее, даже начало 30-го года. А его друзья Марфа, Мария и их брат Лазарь остаются в Вифании, и Лазарь болеет. Евангелист Иоанн говорит о том, что это были действительно его друзья, любил Марфу и сестру, и Лазаря. И тем не менее, когда Иисус узнает об этой болезни, он с учениками некоторое время остается на месте, а потом говорит им, пойдем опять в Иудеи. Здесь нам полезно обратить внимание вот на что. Во-первых, и ученики говорят Христу, ну тебя только что там в Иудее пытались убить, чуть камнями не побили, а ты опять идешь туда. На что Господь говорит о том, что тот, кто ходит в свете, тот не спотыкается. Он уже не раз говорил о себе, я свет миру. И поэтому мы пойдем туда, говорит Иисус, потому что там, где он, там свет. Ученики очень тревожатся, очень пытаются отговорить Иисуса, даже когда Лазарь умер. Иисус пытается им сказать, что вот там он уснул. Они не понимают его, он говорит им прямо, Лазарь умер. И пойдем к нему. В 16 стихе апостол Фома, которого мы по недоразумению, без должных оснований совершенно, пытаемся называть неверующим, хотя насчет веры он нам всем с точку вперед даст. Фома говорит ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Во-первых, это значит, что ученики понимают, что это смертельно опасный путь пойти в Иудею. А во-вторых, Фома – это человек, который готов пойти по этому пути за Иисусом. И действительно идет. Действительно идет. Поэтому, знаете, называть его неверующим, вообще говоря, клевета. Неудачный риторический прием. Но это, в общем, деталь, конечно, этого рассказа. А сюжет продолжается. Господь приходит в Вифанию, когда Лазарь уже четыре дня во гробе. И вот Марфа, узнав, что Иисус идет, приближается к Вифании, выбегает ему навстречу и говорит о том, что вот если бы ты был здесь, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но я знаю, что что ты не подпросишь у Бога, даст тебе Бог. И когда Иисус говорит Марфе, да, воскреснет брат твой, она, в общем, не то чтобы прямо совсем общепринятая, но все-таки широко распространенную точку зрения высказывает, говоря, ну да, я знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. Как и многие из фарисеев, веровавшие в воскресенье мертвых, так и Марфа, и многие из иудеев вообще действительно верили в то, что будет последний день, общее воскресенье мертвых, и изыдут сотворшее благая воскресенье жизни, сотворшее злое воскрешенье суда. Вот. Поэтому она говорит, да, я знаю, воскреснет воскресенье в последний день. И вот здесь Иисус говорит совершенно неожиданную, в общем, не очень вытекающую из всей истории, я бы сказал ветку за это, штуку. Он говорит, это я воскресенье жизни. Как он говорил о себе, что это я свет миру, это я дверь, через которую овцы встречаются с Отцом Небесным, это я подлинный пастырь. Вот теперь он говорит, это я воскресенье и жизнь. Я воскресенье и жизнь, верующая в меня, если и умрет, оживет, даже если и умрет. Таким образом, Иисус говорит о том, что наше доверие ему это такая связь с Богом, которая становится для нас залогом и началом воскресения из мертвых. И вот всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. В общем, нет особенных сомнений, что речь идет не о физической смерти, потому что даже и Лазарь, воскрешенный Христом, в конце концов, еще раз умирает. А речь идет о окончательном и бесповоротном разрыве Бога. Напомню, что все-таки для этого культурного контекста смерть это отсутствие Бога, а жизнь – это его присутствие. И именно в этом смысле Христос говорит, живущий и верующий в меня не умрет вовек. На что Марфа говорит, да, я верую, что ты Сын Божий, грядущий в мир. Вот что значит для нее Христос, Спаситель, Помазанник. Вот что значит Сын Божий, грядущий в мир. Для Марфы это значит, что доверяющий ему не будет оставлен Богом, не будет разлучен с Богом. И вот Господь приходит на гроб, к ним присоединяются еще Мария, потом друзья, которые в доме Лазаря оплакивали его. И мы видим рассказ евангелиста о том, что Господь молится, обращается к Отцу Небесному и вызывает Лазаря из гроба. Обратите внимание, что молитва Иисуса начинается со слов Отче «Благодарю тебя». Это на самом деле тоже чрезвычайно важная вещь. И Господь обращается к Отцу Небесному не так, как это могли бы сделать люди. Это какие-то совсем особенные другие отношения. И мы по этой его молитве можем чуть-чуть только краешком может быть почувствовать, что вообще это такое. Важно, мне кажется, для самого евангелиста засвидетельствовать читателю, что Господь обращается к Отцу Небесному и произносит какие-то вещи для самого евангелиста, для всех слушающих не до конца понятные. И поэтому их не удается, так сказать, в логичном дискурсе передать. А главное, что он обращается к Лазарю и говорит «Лазарь, выйди вон». И вот это воскрешение Лазаря, которого Иисус любил и который был его другом, становится удивительным, повлиявшим на очень и очень многих событиях. И еще одна часть, гораздо более короткая, 11 главы, это, собственно, реакция на воскрешение Лазаря в первую очередь первосвященников и фарисеев, потому что они собираются на советы и думают «А что же нам теперь делать? Этот человек творит много чудес». Много чудес. И если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом. Это очень важные слова, потому что здесь евангелист очень, надо сказать, прямо и откровенно объясняет, почему происходит все то, что происходит дальше. Почему вот арест, казнь, суд, если вообще можно назвать судом, то, что совершают первосвященники и фарисеи, почему они убивают Иисуса. Если мы это так оставим, то все уверуют в него. то есть в общем они понимают, что свидетельство Иисуса, его проповедь, его чудеса, его дела, его отношения с людьми, все это становится настолько убедительным, что есть опасность, что все уверуют в него. И тогда для первосвященников и фарисеев это означает, что уверовав в то, что Иисус это спаситель мира, все в него уверовавшие тут же прогонят оккупантов. И тогда, говорят первосвященники и фарисеи, придут римляне, овладеют нашим местом и нашим народом. Ну, имеется в виду, конечно, в первую очередь храм, доходное место, каким он является, его сокровища, весь этот валютный обменный бизнес, который крышуют первосвященники и так далее и тому подобное. Вот, если народ пойдет за ним, они уже не будут рабами римлян, они уже будут в каком-то смысле свободными людьми. И тогда придут римляне и все у нас отнимут, потому что вся эта правящая клика первосвященников, фарисеев, вся эта публика властвовала в народе божьем в каком-то смысле не по собственному праву, а как коллаборационисты, ну, кем они в сущности являлись, конечно же, да, те, кто сотрудничает с оккупационными войсками. Вот, овладеют и нашим местом, и нашим народом, и мы останемся ни с чем. И первосвященник Каяфа говорит им, что лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели, чтобы весь народ погиб. Ну, вот, видите, евангелист Иоанн говорит о том, что это в каком-то смысле пророческая фраза, которую Каяфа сам не понимая, что говорит, произносит будучи на тот год. Первосвященникам лучше, чтобы один человек умер за народ, чем, чтобы весь народ погиб. Ну, с точки зрения Иоанна именно это и происходит на Голгофе. Он предсказал Каяфа, как пишет Иоанн, что Иисус умрет за народ. Но Иоанн продолжает свою мысль, не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. То есть, здесь речь идет на самом деле обо всех, кто способен услышать голос Иисуса, подлинного пастыря, и пойти за ним. Таким образом, к тому моменту, по крайней мере, когда Евангелистан пишет этот текст, у него в уме и, вероятно, в общинах, которые вокруг него сконцентрированы, уже существует представление об Иисусе, который искупает и возвращает к Отцу Небесному вообще всех людей, которые за ним идут. Ну и, наконец, в самых последних стихах этой главы Евангелист свидетельствует о том, что вот с этого момента, когда Иисус воскресил Лазаря, первосвященники и фарисеи положили убить Иисуса. Он на это время, на некоторое время удаляется в страну близ пустыни, и тогда первосвященники и фарисеи начинают, собственно, искать стукачей, искать тех, кто донесет на Иисуса тех, кто расскажет, где он находится, чтобы его можно было арестовать. Вот с этого решения первосвященников и фарисеев из тех, так сказать, как это называется, оперативно-розыскных мероприятий, которые они начинают, чтобы убить Иисуса, собственно, начинается вторая половина Евангелия, рассказ о страстях. Третья в иисуса, в иисуса, иисуса, в иисуса, в иисуса. Продолжение следует...